В областном центре прошел региональный этап шестого всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Чтобы достойно выступить, его участники демонстрировали не только филигранное мастерство за рулем, но и теоретические знания. Кто же лучше всех справился с испытанием, расскажет мой коллега Эдуард Истомин. В этом конкурсе завораживало многое, даже правило. Каждому участнику наливали по 250, но не горячительного, а воды. Потому как сыворотка правды – сомнительный стимул для конкурсантов. Эта шутка звучала, наверное, уже 1200 раз примерно. Возможно, мы до этого дойдем, когда будем проводить в зимний период, когда вода будет замерзать. Пока что в этом смысла нет. Воду тоже везут филигранно и аккуратно. Всю дистанцию со стаканом на крыше. Если вода не прольется, а сосуд не выйдет из границ круга, то участнику добавят 12 баллов. Но началась сенсация. Прошлогодний призер не поставил стакан на крышу и был снят досрочно. А все нервы. Честно, волнуюсь очень сильно. Двойная ответственность. Просто-напросто. Как прошлогодний призер, как участник российских соревнований, всероссийского конкурса. Другие участники совладали со стартовым волнением, но на дистанции кавер схватало. Среди испытаний – параллельная парковка, заезд в гараж-бокс передним и задним ходом, езда змейка вперед и назад. Поворот на 90 градусов вперед-назад. Разворот в граничном пространстве. Бордюр и стоп-линия. В дистанции на время тот, кто превысил 5 минут 40 секунд, снимался с испытания. В числе конкурсантов – 15 таксистов. Одна из них – представительница слабого пола. Ольга Якупова второй раз участвует в конкурсе. В прошлом году я участвовала, но, к сожалению, не заняла призовое место. Немного волновалась. Первый раз это было. Сейчас уже более подготовилась. Но и конкуренты не промах. И хотя никто к финишу не приехал с целыми стаканами, 6 человек все же одолели дистанцию. Невзирая на штрафы, они уложились в отведенное время. Улучшить свои результаты конкурсанты могли на теоретической части. В ходе нее задавались вопросы на знание правил дорожного движения, истории города и области, а также транспортной инфраструктуры. Например, один из вопросов звучал так. На какой из улиц нет трамвайных путей? После подсчета баллов выявили лучших водителей такси. Первое место у Кирилла Назарова. Он представит наш регион на федеральном этапе конкурса. Почин сына поддержал отец, Александр Назаров. Он второй. Третье место у Александра Дражкевича. Тех призеров наградили денежными премиями. Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Весть Ульянск.